Есть три числа. Число А, число В и число С. Что значит подвергнуть эти три числа преобразованию Фурьера? Ну, вы знаете, значит, у нас есть точки, точка 1, точка Дзида и точка Дзида в квадрате. У нас есть формула, которая по числам А, В и С делает их преобразование Фурьера. Так, значит, давайте поймем, что значит преобразование Фурьера. Есть свободный член, есть Z умножить на какой-то коэффициент, и есть Z квадрат умножить на какой-то коэффициент. Применить преобразование Фурьера для N равного трех, это значит найти многочлен в степени меньше, чем 3, который в точке 1 равен А, в точке Дзида равен В, и в точке Дзида квадрат равен С. Отлично, у нас формулы есть, я вот здесь их выписывал, я вот здесь их выписывал, что же это были за формулы. Помните, коэффициент? Или вы уже не понимаете. Вот это и есть C нулевое, вот это C фирме, а вот это C второе. Как выписали-то C нулевое? Тут была форма, вот внизу где-то. А, нет, вот она форма. C нулевое, теперь вот здесь, здесь пикстан все время, единица, 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 так что такое C нулевое? Сумма-это. Это просто А плюс В, а плюс C, единица, единица. А плюс В плюс С, единица, единица. Ничего хитрого. Замечательно. А что такое C первое? Это коэффициент при Z. Смотрите, F нулевое, наше значение F нулевое, это А, входит с коэффициентом 1 третья. Чай? Чай? Вход с коэффициентом 1 третья, это А. Хорошо. F первое входит с каким коэффициентом? Сида минус 1. Правильно? Отлично. Ну, так и пишем. Сида минус 1. Сида минус 1, B. И сида минус 2, C. Правильно? Отлично. Хорошо. А здесь что будет? Ну, как опять А. Сида минус 2, B. И сида минус 4, у нас здесь в кубе единицы, поэтому сида минус 1, C. Так, вы, конечно, верненько спросите, а почему я уверен, что и вообще так и делен? Давайте проверим. Давайте просто подставим. Если подставляешь в качестве Z единицу, то, соответственно, получается, а плюс B плюс C делить на 3, а плюс Z в квадрате B плюс Z в квадрате B плюс Z в квадрате C делить на 3. Ребята, 1 плюс Z в квадрате C делить на 3. Ребята, 1 плюс Z в квадрате C делить на 3. 1 плюс Z в квадрате C делить на 3. Хорошо. Теперь подставляем сида. Надо увидеть один раз в жизни, как это работает. Просто выписать эти формулы и понять, что ничего, так сказать, сверхъестественного нет. Вместо Z подставляем сида. Будет A плюс B плюс C разделить на 3. Плюс сида A плюс B плюс Z в квадрате C. И здесь будет сида квадрат. То есть будет сида квадрат A плюс B плюс сида C делить на 3. Ребята, B с квадратом 1. И, что называется, так и было задумано. Именно так там квадраты стоят, чтобы так всегда было. И когда вы сида квадрат подставите, то вы обнаружите, что здесь будет C, здесь будет C. И тут было C. А все остальные так и уничтожаются. То есть будет действительно правильное преобразование. Итак, преобразование Фурье для случая трех чисел – это абсолютно понятная штука. Давайте его аккуратно запишем, чтобы все было понятно. Абсолютно понятная штука. Из значений получаем следующие величины. Мы получаем A плюс B плюс C делить на 3. Вот там дальше. А плюс сида в минус первой B плюс сида в минус второй C. И третье значение. А плюс сида в минус второй C. А плюс сида в минус второй C. Вот так выглядит Дж. Присо в этом. А плюс сида в минус второй C. А плюс сида. И вот так выглядит. И вот так выглядит.